Всем привет! Смотрите, как передать файлы с iPhone на компьютер с macOS. Передача данных между устройствами может быть необходима в различных ситуациях, будь то резервное копирование важных файлов, перемещение фотографий или видео, или же просто освобождение места на вашем устройстве. Мы рассмотрим несколько методов передачи файлов, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный и эффективный для себя. Для начала давайте подготовим iPhone к передаче файлов на Mac. Для этого выполните следующие шаги. Для начала убедитесь, что iPhone и компьютер находятся в одной Wi-Fi сети, это необходимо для беспроводной передачи данных. Далее подключите iPhone к зарядному устройству или убедитесь, что у него достаточно заряда, чтобы провести передачу данных. Проверьте, установлено ли последнее обновление операционной системы на телефоне. Для этого перейдите в настройки, выберите Общее, Обновление ПО и установите любые доступные обновления. Затем проверьте, что на iPhone включена функция AirDrop. Это позволит легко передавать файлы между iPhone и Mac через Wi-Fi. Для этого откройте Настройки, Основные, Аирдроп. Здесь выберите режим Все или только Контакты. После выполнения этих шагов iPhone будет готов к передаче файлов на Mac компьютер. Итак, телефон мы подготовили. Теперь рассмотрим несколько способов передачи данных. И первый способ передачи файлов с iPhone на Mac с помощью кабеля Lightning. Для этого подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля. Убедитесь, что оба конца кабеля надежно подключены к устройству. После подключения iPhone должен автоматически открыть приложение фото на компьютере Mac и начать импорт фотографий и видеозаписей с устройства. Если приложение фото не открывается автоматически, вы можете сделать это вручную. Запустите приложение фото. Найти его можно в лаунчпаде или в меню быстрого запуска на главном экране. В разделе устройства вы увидите ваш iPhone. Выберите его. После выбора устройства появится список всех фотографий и видео, доступных для импорта. Выберите нужные файлы или нажмите кнопку «Импортировать все», чтобы загрузить все содержимое. После завершения импорта файлы будут помещены в папку «Импорт». Если вам нужно передать не только фотографии и видеозаписи, но и другие файлы, вы можете использовать программу Image Capture на компьютере Mac. Это стандартное приложение, которое позволяет импортировать файлы с подключенных устройств. Откройте программу. В списке устройств слева найдите и выберите ваш iPhone. После выбора вы увидите список всех файлов и папок на устройстве. Выберите файлы, которые вы хотите загрузить на компьютер. И нажмите кнопку «Download» или «Download All», чтобы загрузить все. По завершении загрузки файлы будут доступны для просмотра и редактирования. Еще данную манипуляцию поддерживает утилита Preview. Найти ее можно с помощью поиска Spotlight или в перечне программ в Finder. Файл «Import from Max iPhone». В результате откроется окно импорта, где вы увидите все фото и видео, которые хранятся на вашем айфоне. Здесь вы можете выбрать как отдельное фото для импорта или импортировать все, нажав соответствующую кнопку. Далее нужно указать папку, куда их импортировать и дождаться завершения процесса. Таким образом, вы сможете легко и удобно импортировать фотографии и видео с вашего айфона на компьютер Mac с помощью программ Preview, Image Capture или приложения фото, пока беру лайтинг. Следующий способ передачи файлов с айфона на компьютер Mac через айфдроп. Айфдроп – это удобная функция в операционной системе macOS, которая позволяет передавать файлы между устройствами Apple, такими как iPhone, iPad и Mac, без использования кабелей или облачных сервисов. Для начала передачи убедитесь, что функция Bluetooth и Wi-Fi включена, как на вашем айфон, так и на компьютере Mac. Если данные будут передаваться по Wi-Fi, нужно подключить телефон и компьютер в одной сети. Если после начала передачи через айфдроп вы выйдете за пределы радиуса действия Bluetooth или Wi-Fi, передача будет продолжаться через интернет-соединение. Убедитесь, что получатель, которому вы отправляете содержимое, находится рядом и в зоне действия Bluetooth. На айфон откройте файл, который вы хотите отправить по айфдроп. Нажмите на значок «Поделиться», обычно это значок квадрата со стрелкой вверх. В меню «Поделиться» выберите «Айфдроп». В списке доступных устройств выберите ваш компьютер Mac, обычно он будет отображаться под его именем или моделью. На компьютере появится запрос на принятие файла от вашего айфон через айфдроп. Нажмите кнопку «Принять» или «Сохранить», чтобы принять файлы. После завершения передачи файлы будут сохранены на вашем компьютере, в папке загрузок или в том месте, которое вы указали. Таким образом вы успешно передали файлы с айфона Mac компьютер с помощью функции айрдроп. Этот метод позволяет передавать файлы без использования кабелей, что делает процесс более удобным и быстрым. Данным способом вы сможете передать большие файлы, к примеру, видео, так как скорость передачи довольно высока. Еще один способ передачи файлов с айфона Mac – использование iCloud. Для этого нужно сделать следующее. Убедитесь, что у вас есть учетная запись iCloud, и она активирована как на вашем айфон, так и на компьютере Mac. На айфон откройте настройки и нажмите на свое имя в верхней части экрана. В меню iCloud убедитесь, что опция iCloud Drive включена. Зайдите в приложение, в котором находится файл, который вы хотите передать на компьютер Mac, и сохраните этот файл в iCloud Drive. На компьютере Mac откройте Finder и перейдите в раздел iCloud Drive боковой панели. Найдите файл, который вы загрузили с айфон, и скопируйте его в любую нужную папку на вашем компьютере. Таким образом вы успешно передали файлы с айфон на компьютер Mac с использованием iCloud. Этот метод позволяет синхронизировать файлы между устройствами Apple и обеспечивает удобный способ доступа к ним из любого места. Также с помощью iCloud можно сохранить резервную копию вашего айфона. Зайдите в настройки, кликните по имени, а затем нажмите iCloud. Нажмите «Резервное копирование» и включите резервное копирование iCloud. Это позволяет iCloud автоматически создавать резервные копии определенных данных, когда ваш телефон заряжается, заблокирован и подключен к Wi-Fi. На этой же странице резервного копирования нажмите «Создать резервную копию». При резервном копировании данных айфон копирует не все, но если вы вручную загрузите свои файлы в Dropbox, то сможете контролировать абсолютно все, в том числе скачанную музыку, которая не включается в резервные копии данных айфон. И последний способ для передачи файлов с айфона на компьютер Mac, который мы рассмотрим, использование облачных сервисов сторонних разработчиков. Перейдите в App Store на вашем айфон и найдите приложение, которое позволяет передавать файлы на компьютер Mac. Некоторые из популярных приложений в этой категории включают Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и другие. Установите выбранное приложение на айфон и выполните привязку к вашему аккаунту, если это требуется. Загрузите файлы, которые нужно передать на компьютер Mac, выбранное приложение, к примеру, Dropbox. На компьютере Mac откройте веб-браузер и зайдите на сайт облачного хранилища или воспользуйтесь версией приложения для компьютера. Войдите в свою учетную запись и найдите загруженные файлы. Скачайте файлы на компьютер, используя соответствующие функции загрузки. Таким образом вы сможете передать файлы с айфона на компьютер Mac с помощью приложений сторонних разработчиков. Этот метод может быть полезен, если у вас нет доступа к кабелю или если вы предпочитаете использовать облачные сервисы для передачи файлов. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, теперь вам известны несколько способов передать файлы с вашего iPhone на компьютер Mac. Вы можете воспользоваться кабелем Lighting, использовать функцию AirDrop для беспроводной передачи, загружать файлы в iCloud или воспользоваться приложениями сторонних разработчиков. Каждый из этих методов имеет свои особенности и преимущества, поэтому выберите тот, который наиболее удобен для вас. Не забывайте о безопасности ваших данных и следите за обновлениями программного обеспечения, чтобы ваша передача файлов проходила максимально эффективно. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok